внимание друзья это вторая серия фильма который я посвящаю именно русскоязычным жителям всех стран всех континентов еще расскажу почему это мне надо так пока не отвлекайтесь на такие фотографии а просто послушайте меня даже уберу эту девушку и дальше вы слышать меня не будете вчера телевизору было сказано русскоязычное было еще несколько лет назад 500 миллионов человек осталось 300 миллионов я не знаю как их считают по головам или так это пальцем в небо ну наверное горькая правда в этом есть вот потому что шар закрывает русская школа значит так того и быть так будет не всегда почему потому что русская кровь она наверное самая сильная на планете заметьте я не о политике я о русском духе русской физиологии вот и давайте мы делаем так чтоб наша русская кровь не важно в какой стране не важно на какой у человека гражданство как бы она была еще сильнее для этого вы что знаете вы знаете что все сотни миллионов тонн произведенной продукции во всем мире включая практически всю Россию отравленная вот нормально средняя цифра вы не все знаете иначе бы вы теперь с опаской обходили бы эти гигантские развалы с фруктами знаю что среднее количество обработок за одно лето а лето короткое для фруктов весна лето осень 40 обработок то где-то раз в 5 дней страшно мне да вот страшно не за себя страшно за своих соотечественников потому что наука наша настолько отстала от жизни от нас любителей что больше уже никогда не вернется и как теперь вернуть здравый смысл чтобы у нас в каждом саду были уже не надеяться на промышленные сады в каждом дачном саду были не отравленные фрукты вот а теперь я еще хочу так получилось что подружившись с украинцем Лаэри Санчем и Канадской жительницей Которую зовут Мина Канадской жительницей Канадской жительницей Канадской жительницей Канадской жительницей для науки был сравнил а для науки 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 даже не смогли бы ответить на этот вопрос а знаете какой вопрос был данный последние минуты прежде чем составить список сарминцев нет косточек Мина написала следующую фразу Прекрасились меня пугают тем что в Канаде плодоносить не будет и их надо обязательно перерывать и вот он перед нами неполный но довольно большой большая папка и мы сейчас будем ее разбирать вот широка страна моя родная и в каждом регионе есть мои ученики ну поехали я должен ответить Мине а не то а с ее помощью с помощью вопроса надеюсь если не тысячам то хотя бы еще сотням соотечественниками по пейнерсу вас называют соотечественниками темвлеками мадной крови выгрузка язычная вот в чем я не разделяю Бог один Ульбеков Бататар русских белорусских украинцев Бог у нас один вот об этом забывают когда устраивают войны что мусульман иудеев русских православных Бог один давайте из этого исходить я хочу чтобы во всех те кого я перечислил и не перечислил были прекрасные сады вот такие вот смотрели на мой сад вот ну за ней именно девушку потому что сад должен украшать девушек девушки должны украшать смотри вот они эти самые изувеченные сады сорока обработали сорока опрыскивали а именно вот такие без слова яд не применяются все сорок лет вот да да не берут не берут только только плодопитомники это первый второй год жизни только яблони и сливы плитклоды только для них еще существует понятие яда 2 миллилитра на обработку тысячи штук ну то есть только в цели что если на 2 и 2 миллилитра на ведро воды то даже выпьешь и не отдачь если это ведро выпьешь поэтому не так страшен черт вот а со 2 и 3 года обработки прекращаются раз и навсегда вот и в этом саду болезни нет а теперь смотрим что получилось после переезда в другие сады давайте смотреть я вас надеюсь заинтриговал я пойду все подряд на то не помню вчера дамите никакой халтуры я потом покажу что такое гигантское вахатрон вот и иногда окажется что мы вроде не просто повер а наверное увидел этот вахатрон и от зависти и понимаете иногда так кажется я говорю все равно я ненавижу мошенников таких как он вот и даже смерть его не перестает меня это самое заставлять его ненавидеть сколько людей покончили жизнь самоубийством из-за этого подонка вот но это случайно к слову пришлось и так абсолютно честная честная папка вот мои первые апрекосы реально подчеркивать чтобы мина не передумала и не отказался этой идее переедут мои косточки абрикосы и уже объяснили ну что таки хватает наш городом сказал не расти не будут это 50 раз уже люди слышали это от официальных уже это привитые мастерки вот они мошеннические сайты значит уже не 7 лет прошло когда мой друг Алексей Виноградов взял и сделал выборку как же такой квадратик это я вас упреждаю чтобы вы почувствовали разницу вот Макаров же этот самый назывательный учеником видите вот я его обманул а это уже подмосковье и там тоже оказывается ничего расти не могут абрикосы смотрим дальше итак что я сделал Макаров каждая вот эта клеточка небольшая это как называется перекопированный сайт вы видите моя фотография моя 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 Вот. Представляете? Прошедники. Моя-моя-моя-моя. Моя-моя-моя-моя. Вот эта фотография на сотнях сайтов. Самая популярная. Если можно сюда зайти, потом сразу покажу. Нет, тут нет. Так, где же? Тут. Ладно. Поехали. Отвлекаться не будем. Нехорошо. Итак, она же. 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 Это только то, что Алексей нашел. А вообще я на сотнях сайтах. Это еще только... Он первую сотню взял, а дальше сдох из них заражения. А вот еще она же. Она же. Она же. Она же. Вот хитро делают вот так и не угадали. Она же. вы поняли это еще 1 сотня и на этом все а после этого мы снимал я уже он научил масштабы гигантские вроде мне кажется из-за этого может убили может сам застрелился не знаю но видим вот это невозможно не позовет какой-то масштаб о миллиарды вот они миллиарды ребята миллиарды кто покупатели конечно 50 67 свет так я вас перебил сейчас прямо вот снимаю вот именно вот сейчас а собрались через 20-30 сможете перезвонить получите 30 ну все пока извините занят да хорошо так продолжим бывает вопрос прям в тему но в данном случае не в тему видите как сослался на стариков которые не могут понять это нормально а тут они понимают и все разжевали знаете как разговаривать ой если бы знали когда на вот каждый квадратик и там обязательно советы я их назвал в общем слове звериные он так то посадится на мертвые а вдруг случайно и вот тут оброшенцы и вот тут оброшенцы любопытят химикаты Купите эти режущие инструменты Режьте, режьте, режьте Все купили А то, что случайно выживший саженец Купленный по угробе Никого не волнует В общем, поняли, да? Гигантский лохатор Ну, это, кстати, из научного учреждения Вот Уже не хватило тары Видите, тары заняты? Смотрите, слева Внизу стоят ведра Уже тары не было Уже им пришлось вот так уносить Подарки Это ученые, я такие хуже Ну, дальше, всякое бывает Вот это же я пропускаю Почему? Это горькая тема Вот, Украина Украина теперь Это даже не Дальние рубежи Это теперь хуже еще А еще когда войны не было Вот тогда Его извиняюсь А то открусят Мой этот Агрессию Специальную операцию Да Пока ее не было Значит, 20 книг Отправленных мне В Украину В Днепропетровск Вернулись обратно Вот Некорректная документация Видите, как обидно А это виноват Почта Но деньги мне не жалко Вот это тоже нормально Я им сказал Я буду вас позорить Чтоб другой раз уже Люди думали Доверять ли почте Ну, это просто обидно Мне говорят Жалко же, понимаете Вот И денег жалко Трудом жалко И что 29 тысячи вернул обратно Вот 20 книг лишился А я это Например, заработка 22 тысячи лишился Ну, зачем я это говорю? Да потому что Отправлял за границу А сейчас В данный момент Я имею дело С Миной И с Канадой Вот Поэтому Я и будущим Моим клиентам Говорю Пожалуйста Ищите Выход Ищите На российской стороне Друзей Родственников Вот Кто-то может это У меня был случай Мне Замекнули Да не волнуйтесь В карманах Пакетики Разведем По карману И вывезем Вот Ну, время прошло Вывезем Теперь вам Спокойно И это тоже Можно Итак Идем дальше Привет Из Третья Кстати У меня сейчас На связи И Канада И Украина Не оттуда Или пришло Вот это сообщение Сейчас Секунда Нет В данном случае Это Казахстан Я туда отправил Кусочки Особые кусочки Супер Старту Вот Казахстан Иван Привет Это Кирилл Иван Я вам Громко говорю Я его назначил Смотрящим По садоводству Казахстану Он так удивился Говорит Да я что Я простой садовод Это была и юмор И правда Потому что вокруг него Уже начинают собираться Казахстанские садоводы Вот еще от него письмо Но отвечать будем потом Вы видите Казахстан И тут за меня нести оказался Ладно Проехали Единственное Сразу скажу Для казахстанских Русских Русская жизнь Очень новая Где-то Доходит Еще ни одна посылка Не потерялась Но в месяц Я отказываюсь Высылать черенки Все Я не хочу Чтоб их угробила Пересылка длинная А косточки Пожалуйста Приходят они В этих уже В песке Нет Вот он Иван Кирилл Он у меня сухие И на следующий год Пожалуйста А допустим Это самое Есть какие Это Есть какие-то Теке Или Сам потом Сможет их Как бы Реанимировать То есть Есть такое понятие Ускоренная Статификация Это один момент Значит Если Люди Чек по Казахстане Месяц будет идти Он получится Они уже будут Проклюнувшиеся На месяц Тепле Тогда сразу Высаживают А там снег лежит Значит Все Надо подгадывать Под Середину апреля Под конец апреля Казахстан Для меня Сибирь Точка Это Походу Для казахстанских Русской Жизнь Идем дальше Ну видите Как Тема Расширяется Шире Шире Привет Высылаю Входа Четырехлетних Персиков Первый рожай Мы пробовали В 19-ом году Ну еще Это Это Папа собирался Скорее Выросла 108 Плодор А в 20-ом году Мы собрали Два Ветра Вкусных Армат В 20-ом году В этом году Уже свои косточки Заложил На Савикасу Видели В 20-ом уже свои На Савикасу Заложил Хотел бы узнать Из моих косточек Тоже будут Кустые плоды Дело в общем Считается Что если Вот так Косточек Вырастили Получили Плоды Следующим Видите Что получается Если показать Или как-то Пролистать фотографию Мы начинаем Опять учебу Да ебай ебай Сколько можно 8 плодов Потом Два Ветра Это Сотни Косточек Они же Не крупные А Ну Давайте посмотрим А где она А вот тут Наверное Сейчас дойдем Давайте Вносяли теорию Итак Татьяна Хотя годы прошли Еще получается Два года Пробежало У вас Или есть результат Или нет результатов Вот Но Если вы Вырастите Уже Своих косточек Именно У абрикосов У першиков Моих Они называются Казанские Есть одно Удивительное качество Они уже дальше Не дичат Они так Настолько мелкие И 50 грамм А при диких урожаях Такое было Вот Один Такой был Вот Я Я своих Не показываю Поверьте На этом дерево Пятилетие Тысячу штук Вот Все было То было Но При этом При этом Значит Они очень мелкие Но это Не знаю Что за дичали Возьмите Посадили Посадили Получили Пусть 50 грамм То есть Поменьше урожая И пусть они Стандарт Для них 50 грамм Супер урожай 30 грамм 40 грамм Но вкусно Мелкие Но вкусно Ароматные Вы потом Увидите Озовы Тут у меня Фильмы же есть Привет И так Из ваших Костей Будут Тоже Вячеслава Тоже Вкусные Плоды Ужарная Татьяна И так Саварская Робласть И Наверное Это От Ее Сейчас Я ничего Не помню Я еще Дагодами Не заглядываю Вот Еще Персики Наливаются Ё-моё Тоже Ё-моё Деревьям Три Года Ё-мо Сама Вырастила Из Косточек Ну Что Съели А Как Там Было Помудрило Вас Смелять Скоро Скоро Будем Уже Собирать Ну Что Все Честно А Мне Еще Перекреститься Что Никаких Никаких Этих Самых Засланный Казачков Никаких Этих Я Показал Сто Этих С С С С Вот Вы Представляете На Ифоне Вот Вот Как Выброс Отсюда А Нет Все Правильно Вот Где я Был Вот Где я Был Еще Тут Написано Заревается Тоже Деревьям Три Года Не Не Это Тоже Самое Ладно Самобиль Ничего Лишний Раз Пока Не Это Не Покажешь Так Теперь Где Мы Были А Вот Здесь Мы Были Тогда Смотрим Что Там Еще Ниже Если Повторим Не Удивляйтесь Бывает В одном Случе Открыл Залом Нет Почему Яблок Нет Уже Опали Яблочки А что У нас Осталось Для Яблок Внутри Яблок Интересно А что Ты Снимаешь Блюжки Итак Комментирую Не Могу Удергаться Грушки Эти Называются Знаете Как Они Называются Грушка Лесная Красавица Родом Из Бельгии И Она Умудрилась Какие Волшебные Руки Надо Иметь Что На Своей Старой Яблоне Обыкновенная Прививочка Даже Необыкновенная Потому Что Это Ростовая Веточка И Она Тут же Получила Внимание Повторяю Груши Мои А Грушки Как На Яблоне Волшебные Волшебные Вы Еще Живы Или О Зависти Угрожали Сознавайте Все Живы Помочь Придержать Еще Одной Ручкой Здорово Вот так Вот так А Это Фактически Да Я Не Думал Я Все Забыл Я Забыл Что Это Все Сенсации Это Господи Краснодар Если Я Не Не Ошибаюсь 99 Девять Десятых Что В данном Случа Вы Видели Видео Из Калининграда Широка Страна Моя Родная Много В ней Вместе Много В ней Лесов Полей И рек Я Трезвый Я Другой Такой Страны Не знаю Все Дальше Не буду Вот Итак Вячеслав Сергеев Вы Как Я Доволен Что Вы Вопрос Задали Я Уже Забывать Начал Нет Я Сюда Добавляю Фотографии Но Годы Прошли Вы Сами Видите Годы Прошли Когда Этого Никто Не Видит Все Страна Дорога Знать И Вся Планета Наших За рубежом 150 Миллионов Сами Видели Цифры Формальные Официальные Ну Что Смотрим Я Понятия Не Что Сейчас Покажет Не Открылась Поптер Не Хочешь Заставим Не Можешь Научим Я Другой Такой Страны Не Знаю Я Так Вольно Дышит Человек Кстати Сегодня Патриотизм У нас Как На первом месте Включите Телевизор Увидите Сами Так что Моя Песня В тему Вторую Пытаюсь Открыть Может Быть Уже Все Время Ушло И они Перестали Открываться Первая Не Открыл Вторая Самому Интересно Понятия Невер Что Там Под Екатеринбургом Или Или Я Мало Ждал Ее Мое Неужели Не Открылся Ждем Так А где Она Может Открыться А если Заблинуть Вот сюда Вот сюда Вот сюда Рядок Диск Нет Нигде Не высветилось Нет Ну что Сдаемся Ой как Обидно А я Не умею Надо было Все это Где-то Пере Это Пере Это Чтобы В другом месте Увидеть Как то Зафиксировать Скачать Ничего Не понимаю Господи Пошли мне Секретар Не удалось Открыть Вот и все Ответ Получен А может Быть У кого-то Другого Удастся Открыть Вот Я сейчас Знаете Что сделаю Я потом Забуду Копировать Так Ну мы же Свои Это как бы Моя Вот мой Брат Вот Сейчас Я ему Это пошлю Чтобы он Или открыл Или как Или где Потому что Может быть Даже Свои Семь Даже Откроем Почему Да мне Само Интересно Что там Моего В этом Все-таки Вы знаете Экатеринбург Это ведь Не Африка Нет Это Та же Сибирь Практически Идем Дальше Пропустили Брату Задание Будет Оно Просьба Не бай Это откроется Ё-моё Годи-то Прошли Годи-то Прошли Я уже Начинаю Нервничать Открываем Открылось Внимание 2 августа Башкирия Город Мирос Это мне Я всем говорю Здоровому августа К моему дню рождения Присылайте подарки Подарки Ясно какие Не эти Внимание А именно Фотографии Того Чего удалось добиться С моей помощью Слушаем Сегодня у Валяка Увалили назначение День рождения День рождения Поэтому Хотелось бы Поздравить С днем рождения Пожелать Многих И Лазотворных Лет жизни В общем Я уже Несколько лет У Валяка Зачем Выписываю Саженцы Черенки Косточки Вот В том году Тоже Выписывал Осенью Тут Гольден Дилишец Красный Апорт Вот Прививки В этом году Прижились Вот Они Все Прививки Сделаны На Сибирскую Язвенную Хорошие Приросты Дали Тут же Рядом Вот персик у меня Они уже Выше человеческого роста Персиков Где-то Десять деревьев У меня В этом году Тоже Первый урожай Четвертый год Как Есть Прививки Груши Тоже Прививал И Потом Там Яблони И вот Тут Вот Тоже На этом персике Тоже Есть урожай Сейчас Покажу Здорово Красный Мой Безапис А то Не будут Пирси Казанский Тоже Четвертый год За Курдоносик Впервые Не будут В Европу Вернем Все Подохнет Так Ну что Мы Если продолжать То мы Никогда Не закончим Ну еще Одну минуту Очень много Плодов Еще Вернем В общем Вернем Возвращение Вам огромная Благодарность Ваше Дело Живет Все Будет Нормально Так Отлично Возвращаемся Продолжаем Тут правда Еще есть одна Ваша Не ваша ссылочка Вот Уважаемый Рей Из Баскирии Слушайте А в этом году Кто-то мне присылал Персики Это не вы А Ну что-то Баскирия Большая Там человек Пожаловался Что когда он Собрал 8 ледер Занес домой Его родственники Резали Солили Солили Чуть ли не солили Потому что Их сушили Их варили Их что только Не делали И когда он Привез 9 ведро Персиков В дом Ему сказали Хватит Достал Вот Это Может быть Это был Раиз Потому что Прошло еще Два года Понимаете Вот Ну давайте Второй А это Я разговорился Потому что Я как именинник 2 августа День рождения До 20 выхода Я веду себя Как именинник До сих пор И в это Посмотрим Что Во второй щелке Его Не его А Похоже Она же Ладно Мы не обиделись Идем дальше Илья Зайцев Казань И кто не в курсе Казань Это столица Татарей Где-то по легендам Татары Были лучшими Садоводами Вот Татары Башкиры Что когда-то Значит Уже там были сады Уже была вся красота Вот И вот Только когда Войны Северник Перекатывались Вот тогда Сады Превращались В дрова Для костров А так Осталось Легендам Что Башкиры И Татары Это лучшие Садоводы От природы От От генов Вот Ну А Кстати Илья Там Зайцев Не знаю Что Русские Или Татарин Не важно Фамилия Татар Многие Русские Да Посмотрите Вот Они Волшебнорухи Вот Они Это Переехало К нему Вот И хоть бы Знать То ли Это Прививка То ли Это Корнесобцы Похоже На Эту На Фаину Или На Рыжей Пойдем А Вот От Него Есть Письмо Ура Разъяснение Все Забыл Все Для меня Это Все По новой Это Не вы Это я Впервые Вижу Как вы Здравствуйте Вот И я Дождался Урожая Академика Спасибо За Косточки И саженцы Извините Ошибся Вот Знаете Как Меняется Это Все На фотографии Абрикос Академик Заказывал Саженцы Осенью 2014 Года Ну Сите Заставили Письма Это Не 23 Год Вместе Только Когда будут Плоды Вы поймете Могли Вы же И Серафима Столько Сумасшедшие У Серафима Допустим Идем Дальше Потому что Крупные плоды Не видел А они Укрупнятся Начнут Позже А вы А вы Знаете Про Это Свой Нет Вот Есть Такое Ненаучное Слово Устаканница Устаканница Также Сознал Коски Сливы Китайки Сувернир Востока Вот Посадки Проводил Весной 15 Года Сливу За Сливу Пусть он Коглядку Перекопал Ну-ка Давайте Смотрим Сюда Я понимаю Что Это Прошло Из Косточек Сливы Так И попробуйте Мне скажите Что это за Сор Все Поперевел Все Все А вот Это Получается Значит Академики Ну Я считаю Что Академика В Африке Академика Вот Крупные Плоды Эти Грамм 60 Вот Эти Поменьше 50 40 Грамм Что Будет Потом Сказать Что Я Обманул Ну Он Так Не Считает Он Отсчитался Ну Видите Красная Какая Если Это Академик Какой Хрен Академик Я Сразу Придел За Премь Или Все Подвое Маджурцы Так Все Меняет И Потом Однажды Извините Учеба После Того Когда Великим Гибридизация Была Преподнесена Со времен Чарльз Дарвин Я уважал Считал Что это Данность Что это Что это Правда Что это Реальность Чарльз Дарвин Еще когда Продолжилось Это Пошло 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 Лисенко Мичурин 300 ученых Занимались Это Школу Это Уничтожили Сказали Нет Никаких Гибридов А почему Я сейчас Скажу Новая школа Перешла На Сельцевая Только На Сельцевая Опять же Используя Эти самые Цитаты Мичурина Прицепившись К ним Опять используя Только Сельцевое Размножение После Этих самых Скрещиваний В такой Тупик Влезли Такой Тупик Что Страшно Даже Это Просто Осознать Никто Потом Не осознал А наука Молчит Удобно Просто Удобно А вернуться К переверкам Да надо Научиться По-другому Привай Просто Ребята А Железов Нашел Причину Ветативный Гибрид Существует Но Не повторяется Вот и гадай Потом Академик Какой хрен Академик Она скажет Нет Академик Гибридизации Ну ведь Извините Да Все Это Уже Не Академик Но Это Что Реально Это Можно Пощупать Попробовать Лизнуть Понюхать Попробовать Вот На анализ Взять Да Не Академик А вот Все От Этого Хуже Стал Да Не Повторилось И Моя Родился Постулат Извините Ребята Я вроде бы Русскоязычным Которым Я посещаю Эту серию Фингу Поймут Они Мне Не поймут Что В этом Вся Загадка Вы хотите Ребенка иметь Вы хотите Чтобы было Как когда-то Помните Теорию Аристкина Папа Арист Вам Арист Вот Через два Через Десять поколений Может Вылезти Этот самый Через Десять поколений После Пушкина Может Дняка родиться В России В середине поколений Русских За русских Только потому Что Где-то У них В роду Пушкин Был И Вот Здесь То же Самое В этой Величайшей Загадке И Мы Рожая Детей Не Загадываем Какие Качества Мы Не Знаем Рыжий Может Родиться Хотя Переберите Всех Рождественников Не Одного Рождества Поняли Я К чему Говорю Это Есть Загадка Посадили Косточки Я Обращаюсь В Мине Посадили Косточки И Ждите Чудо Не Все Но Чудо Обязательно Случится Тут Принцип Один Садите Побольше Ну Вот Разобрались Мы С Ильей Зайцевым И Напали На Галину Васильевну Кен Зуль Добрый Вечер Спасибо Что Уделили Мне Время Я Поняла Ответ На Мой Вопрос Ну А Фото Загулевского Есть Правда На Одном Я Сама В день Своего Юбилея Замечательно А Прививку Черенки У меня Покупала Я Делала 208 Ой Ой 14 Дазад До 20 Урожаи Были Средние Молодые Годы Подмерзало Затем Перестало Там Там Дарам Дарам То Есть Когда Вчера Когда Ну Допустим Это Года Два Назад Был Отчет Ну Все Равно Не 2008 Два Года Назад Значит Допустим Ну Хотя Ну Ну Срался Деревья Ему Примерно 12 11 Лет А Это Один Из Лучших Шортов России Даже Я Ставлю Наравне С Мировыми Лидерами Это Наша Отече Шор Жигулевская Ставлю Наравне С Мировыми Лидерами Вот Она Моя Веточка И вот Эта Веточка Которая Наверняка В 2008 Году Стоила 40 Или 50 Рублей 40 Или 50 Рублей Ну Тогда Это Было Две Булки Хлеба Ну Это Упаковка Со Спичками Две Зажигалки Можно Было Купить Тогда Да Две Зажигалки Можно Купить Даже Три Зажигалки Да Вот А Купил У себя Эта Веточка За 40 50 Рублей Да В этом Году Я Задрал Аж До 200 Увеличил Полтора В два Раз Цену Это Чтобы Деревья Не Колес Поэтому Покупать Цели Меньше Но Зато Самое Отчаянное 200 Рублей А Если Через 6 8 10 Вот Такое Будет И Погреб Набитый Эти 150 200 Рублей Продается Да Ой Все Давление Скачется Опять Ну Почему Я Ведь это же Мой Бенефир Это мой Праздник А я волнуюсь У меня сердце Сейчас выскочит Мина Виноваты будете Ваша фраза А меня Пугают Что Не будет Плодоносить Или Надо Прививать Ну Извините Привила Ну И вас Испортило Вы Прививать будете Пусть и в этом Году Ничего Ничего Вы Сейчас Больше Подвойных Косточек Выписываете Выписываете Сливы Красно Желтая Красно Синя Великолепные Подвойные А не Прижалась Прививка Вот Такие Плоды Будут Стас Извините Я никогда Не включаю Телефон Жду Чудо Алла Женезова На проводе Здравствуйте До праздника А Спасибо Спасибо До праздника Приятного Такая Лариса Ивановна Мы с вами Сейчас Обжаемся Хочу Вам Заказать Косточки У вас Персики Это Еще Есть Ой Лариса Ивановна Персики Закончились Ушли Как это Со Свистом И теперь Надо Кот Сдать Вот А я Сейчас Дайте Как Мы С вами Проговорим Про Другие Косточки Чуть Позже Может Через полчаса Через час Я Снимаю Сегодня Третий Фильм Вот И прямо Сейчас Нас Слышат Нас Слышат Слышат Сотни Люди Слышат Да Может Через полчаса Через час Я буду Свободен Пожалуйста Пожалуйста Вы знаете Откуда Она Позвонила Слышали Забайкали А Забайкали Уже О Кстати Тут есть Забайкали Эти С фотографией Вот Так Вот Фирма Веники Не вяжет Фирма Веники Плетет Я имею ввиду Веники Челенков Поехали дальше Еще одно письмо И сделаю Если хотите Чтобы Это Я еще Продолжил Здравствуйте Валерий Константинович Вера Пишет Пишу Обещанное письмо Жил в Алтайском крае Для меня Алтайский край Это Пастель Дорада Рубцовский район Село Ново-Матвеевка Очень маленькое Село Мама Троих Детей Внимание Я вспомнил Это письмо Как и многие сельчане Несмотря на тяжелый труд Имея очень скромный доход Мы уже намок поняли Этого человека Грабить нельзя было Фрукта воли не видели Однажды в руки Мне попал каталог Сады си Россия И многие потеряли голову От картины В результате Потраченные годы И деньги Решила поискать Более порядочный питомник Я не хочу Застать внимания Это питомники Вот Потому что У меня к нему Двойственное отношение Просто проскочим Идем дальше Поверила Сразу И вам И себе В 2017 году Заказала Косточки Абрикосы Дальше не помню Селиф Получила Первый раз 50 абрикосов Считала 50 37 Взошли Ёбае 50 Не так Из 50 37 Взошли Великолепно Искусственное А что такое искусственное А ну это значит В холодильник В 2018 год Абрикосы Персики Сливы На следующий год Из 40 Взошли 43 Ничего не помню Я читаю Праздник На душе Из 40 Взошли 43 Внимание Это одна из загадок Которую я до сих пор Не разгадал Были Два Нет Теорию знаю Практика Были Двойневые Персики Были Персики Из 20 Взошли 17 Двойневые То есть Там бывают Сходчики Вот так Вылазить Два Ростка Так Вот именно Вот это Как 40 43 Это Ну мне Не хватает Я мало Этих Ну Некогда Мне Разобраться С этим Как И 40 Сделал 43 Вот 19 Год Черешня Вишня Абрикос Серафима Скромный Черешня Два Из 10 Вишня Четыре Из 10 Ну Возрастная Вишня Должна Была 10 Из 10 Потому что Мы Когда Садим Потом Зали Пододевать Абрикос 7 Из 10 Ну Тут Уже Талант У человека Вот Выписывала Черенки Делала Прививки Яблон Грун Все растет В этом Первые Персики Кушали Дальше Видео Фото С огромным Уважением Вашим Семеном Абрикос Сели Помогли Ваши Ляхи Это Я Цитирую Во все Годы Сколько Я жил На свете Это Была Когда Недруг Ляхи Ни Причем Вот Это Была Классическая Знаменитая Фраза Из Тараса Бурбы Вот В данном Случае Помогли Ваши Ляхи Люди Не ляхи А люди Недоверчивые Ну все Братцы Попались Ваши Ваши Отвечу Алло Железово На проводе Что вы спросили Еще раз У меня вон Старики Хотят Заканчив О, не, не Я еще Это Сейчас Заканчив Заканчив Еще Простите меня Я вам Еще столько Времени Прошло Полца Нет Давайте Еще Полца Ну что делать Здесь взять нормального Нормального Судовода Я такой Все, ребят Будем заканчивать Потому что Девни фильмы Сами выйти меня ругают Итак Внимание Дальше Видео Фото С огромным вложением Там Там Дарам 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 А Вы помните Там По-моему Вера видена была А вот эта Фотография Вдогонку Посмотрели Подросли Ваши Абрикосы Татьяна Барнякова Вот уже До Умска Добрались Извините Умска До Контовой Сибирь Я вас Интрибую И заканчиваю Серию За номером Два Благодарю За внимание Сами понимаете Я вам Совершенно Не советую Покупать У меня Косточки Вот Совершенно Не советую Ничего У вас Не вырастет Сами понимаете Специалисты говорят И покруче меня С погонами Со степенями Со званиями С должностями Ничего Вас не вырастет Вот На третью серию Я все равно Сниму А потом Четвертую Пятую И похоже Шестую Так что Держите За стулья Я Отключаюсь Субтитры Субтитры Субтитры